Добрый день, дорогие участники онлайн-школы Санкт-Петербургского университета. Мы начинаем очередное занятие. Сегодня тема «Россия в XVIII веке. Эпоха дворцовых переворотов». Очень специфическое время со смерти Петра I и до начала правления Екатерины II в 1762 году на престоле сменилось шесть императоров и императриц. Время, когда они сменялись, было достаточно напряженно. Далеко не всегда это происходило мирным путем. И чаще всего это происходило в результате каких-то политических изменений и действительно переворотов, в которых участвовала в первую очередь гвардия. Традиционное представление, которое характерно для этого периода, это то, что императоры, которые оказывались в это время у власти в российском государстве, не отличались высоким интеллектом, оказались на престоле по большому счету по воле случая и использовали вот это занятие престола в первую очередь в своих личных корыстных интересах, а не во благо государства. Кроме того, еще один очень важный аспект – это то, как менялась система управления в эпоху дворцовых переворотов, потому что выполнять тот объем бумажной работы, вообще деятельности, которую выполнял Петр I, мало кто мог объективно, просто в силу человеческих возможностей. И поэтому, конечно, требовались дополнительные органы, которые бы помогали в этом вопросе тем людям, которые находятся у власти. И система управления российским государством постепенно несколько видоизменялась. Ну вот и давайте посмотрим, почему и как вообще люди приходили к власти. Не случайно представил вам генеалогическое древо Романовых. Вот обратите внимание, с одной стороны, на ветвь, которая идет от Петра I. Здесь Алексей Петрович, здесь Петр II, Екатерина I, Анна Петровна и Петр III, Елизавета Петровна, дочь Петра I. И на вторую ветвь тоже про нее не забываем. Здесь мы можем увидеть детей от уже брака Иоанна V. Это в первую очередь нас интересует, конечно, Анна Иоанновна. И ветвь, которая идет от Екатерины Ивановны, ветвь к Ивану VI Антоновичу. Вот обратите внимание, что и по одной линии, и по другой представители рода Романовых были на престоле. И особенно интересный, конечно, сюжет будет связан уже потом с Петром III, потому что это уже будет ветвь Голштейн-Готорбских Романовых, то есть династия Романовых Голштейн-Готорбская. Итак, как вообще складывается, что такие разные люди по таким разным линиям приходили к власти? Во многом это вызвано самим Петром I, потому что в 1722 году он издает указ о престоле наследия, и согласно этому указу уже меняется порядок наследования. В принципе, любой, кого назначит император, может прийти к власти. Понятно, что желательно, чтобы это был представитель династии Романовых, но в принципе даже не обязательно. При каких-то обстоятельствах может быть даже кто-то из его окружения. И первоначально преемником он назвал свою вторую жену, или как ее принято называть в историографии, походная жена Петра I, Марта Скавронская, Екатерина I Алексеевна. Почему походная жена? Потому что в захваченном шведском обозе была как раз и обнаружена Марта Скавронская, с ней он заключил второй для себя брак, первую жену, от первой жены отказавшись. И некоторое время действительно она была преемником Петра I. Хотя понятно, что по своим способностям, по уровню даже грамотности, по каким-то многим другим факторам включенности в государственные дела, она, конечно, мало подходила на роль руководителя российского государства. Кроме того, в какой-то момент она изменила Петру I с Вилли Монсом. Кстати, жена Вилли Монса, Анна Монс, была любовницей как раз самого Петра I. Но то, что ему можно было, жене его было нельзя. Вилли Монс был казнен, официально он был обвинен, конечно, в другом преступлении, в казнократстве. В этом, безусловно, он тоже был повинен, но реальная причина ее все прекрасно знали. И после этого Екатерина I вычеркивается из перечня преемников, по крайней мере, в качестве официального. И в 1725 году Петр I спасал людей во время одного из потопов и очень тяжело заболел. Очень тяжело заболел несколько дней. Мучился, осложнения на другие органы пошли. Понятно, что его организм был действительно перегружен в силу его очень активной и, прямо скажем, не самой здоровой на самом деле жизни. Потому что, с одной стороны, он был как в работе, абсолютно безграничен и очень много отдавался работе. Но также и в развлечениях, и в пьянстве, и в каких-то других удовольствиях жизненных также мало он поддавался контролю, так скажем. И умирал он тяжело, и считается, есть легенда, что в тот момент, когда уже он понимал, что умирает, он начертал отдайте все, а дальше перо выпало из ослабевшей руки, и так он и не успел закончить. И все. И он скончался, так и не назначив преемника. Потому что, действительно, кого можно выбрать? Петра II, но он... Будущего Петра II. Но, извините, ребенку на 1725 год было 10 лет. Плохой вариант, объективно. Кроме того, он сын умершего в заточении Алексея Петровича, то есть человека, который выражал несогласие с тем, куда Петр I направил вообще российское государство. Екатерина I, но мало способна к государственным делам. Кто-то другой из представителей рода Романовых особо им не рассматривался, видимо. Тем более, ну, трудно найти подходящую персону. Из ближайшего окружения, ну, все они взяточники, коснограды, хотя очень талантливые люди, безусловно. Но оставить на них государство, в какой степени они будут служить российскому государству, или будут они служить в первую очередь своему карману? Вот тоже вопрос, который возникает перед Петром I. Трудно выбрать. И в результате Россия оказалась в каком-то смысле на перепутье. То есть нет у Петра I преемника, официально назначенного. В этих условиях, естественно, окружение Петра I активно включается во внутриполитическую борьбу. И есть тенцы гнезда Петрова. С одной стороны, вот это новое поколение, как раз Александр Данилович Меншиков, многие другие представители из этого рода. Ягужинские, Головины, Толстой, Феофан Прокопович, многие-многие другие. Те люди, которые вознеслись наверх именно по воле Петра I. И они выступают как раз за Екатерину I. Почему? Она явно будет слабым правителем, и фактически они смогут руководить российским государством, российской империей уже. И второе направление. Мы помним, как Петр I обошелся с боярами, но между тем эти родовитые роды никуда не исчезли. Они сохраняются, они продолжают играть большую и видную роль. Это крупные сановники. И они, конечно, выбирают другого претендента. Это Петр Алексеевич, внук Петра I, через которого они планируют как раз и управлять государством, потому что он явно будет, ну не явно, но как им кажется, он будет ближе к ним по своим взглядам, по своим идеям. И в конечном счете на первом этапе побеждает как раз Александр Данилович Меньшиков и его окружение. Тем более, что он подговаривает гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, чтобы они поддержали Екатерину I. Ну и естественно, а там, где включается гвардия, именно она и побеждает в этих спорах и дискуссиях. Потому что это армия, это оружие. Александр Данилович возводит Екатерину I на престол. Вот вы видите его должности. И до 1927 года в том числе он был генерал-гувернатором Санкт-Петербурга. И что она делает? В 1925 году происходит открытие Академии наук, но это по большому счету еще вот эхо Петра I, потому что именно он приказал ее учредить, и она как раз в этот период и была открыта. И кроме того, в 1726 году для помощи Екатерины I в управлении Россией создается Верховный тайный совет, в который входят Меньшиков, Головкин, Толстой, Голицын, Апраксин и Остерман. В феврале 1927 года Екатерина I тяжело заболела. И было очевидно, что долго она уже не продержится. В мае 1927 года она умрет. И в этой ситуации как раз Меньшиков действует очень активно, он уже начинает идти на пролом. В частности, отправлены в ссылку, отстранены от власти и Толстой, и Бутурлин, и ряд других крупных государственных деятелей, с которыми Меньшиков борется, дабы не оставить никого из конкурентов для себя. Надо сказать, что Верховному тайному совету в этот момент переподчиняются и коллегии, и Сенат, и Сенат, так что реально именно он управляет государством. И в мае 1927 года, когда Екатерина I умирает, принимается решение возвести на престол теперь уже, как раз Петра Алексеевича, он станет Петром II, внука Петра Великого. Тем более, что он был помолвлен с Марией Меньшиковой. И вот для Меньшикова его политика, конечно, многих сильно раздражала, и многим не нравилась вот эта вот напористость, нахрапистость его стремления к власти. Но тяжело было на самом деле с ним бороться. То есть эта ситуация во многом, наверное, была, когда проще просто сделать так, как он хочет, пусть уже наконец успокоится, породниться с династией Романовых и дальше уже жить. А чем пытаться как-то его обойти? Действительно, человек собрал у себя очень большое количество власти. И он был помолвлен, соответственно, он организовал помолвку Марии Меньшиковой с Петром. Кроме того, фактически он является руководителем государства при малолетнем Петре II, заставляет его включаться в различные государственные дела. Вроде бы все логично. При этом Петр II далеко не во всем согласен с политикой Петра Великого. И пометуя о судьбе своего отца, может быть, и своего окружения, как тоже ему нашептывали, рассказывали, он пытается не то что нивелировать, но хоть что-то изменить. И переносит столицу обратно из Петербурга, куда она была перенесена в начале, в 1710-е годы. Он переносит столицу обратно в Москву. Кстати, из столичных функций за Москвой останется всегда коронация императора или императрицы. То есть вот это стандартный момент будет. Коронации всегда будут проходить в Москве. Верховный тайный совет продолжает функционировать. 8 человек, 5 долгоруких, 3 голицыных. Почему так происходит? Потому что Меньшиков в какой-то момент попадает в опалу. Он в очередной раз серьезно заболел. Заболел он, ну, обострение туберкулеза происходит, болезнь, которая настоящий бич для нашего города периода 18-19 века. Климат у нас не самый здоровый, как вы знаете или догадываетесь. И он в очередной раз лег, отошел от государственных дел. И в это время Петр II начинает активнее общаться с семьей долгоруких, которые очень хотят сместить Меньшикова и отстранить его. Причем они по возрасту примерно младше из долгоруких его ровесники, они вместе развлекаются. Там псовая охота, еще какие-то развлечения. Петру II с ними нравится, весело и интересно, тем более гораздо более приятно общаться, чем с Меньшиковым, который постоянно требует каких-то занятий государственными делами неприятных. Письма для молодого, совсем там 12-13-летнего юноши. И в конечном счете Меньшиков отстранен, он попадает в опалу и отправлен был в город Березов, где он через некоторое время скончается, сохранилась картина Меньшиков-Березова. Кстати, Березов это станет один из городов, куда многих видных сановников будут периодически... Соответственно, извините, пожалуйста, что отвлекся. Меньшиков отправлен в отставку и в опале находится, и про Березов уже поговорили. Действительно ряд целых государственных деятелей XVIII века окажется в этом не самом, наверное, приятном все-таки месте. Ну, кстати, в начале XX века некоторые политические деятели там тоже будут оказываться не по своей воле. Итак, все идет уже к новой свадьбе, теперь уже Петра II и Екатерины Долгорукой. Но в 1930 году Петр II поехал на псовую охоту, там простудился, заболел еще, кроме того, черной оспой и прямо накануне свадьбы скончался. А между тем дворянство, которое собиралось присутствовать на свадьбе, в том числе в большом количестве, провинциальное дворянство, уже в Москву к этому моменту съехалось. И что же происходит? Очередной период, когда необходимо Верховному Тайному Совету и видным сановникам найти нового Романова, который будет находиться на престоле. И они действительно его находят, точнее ее, Анна Иоанновна или Анна Ивановна, потому что Иван у нас традиционно пятый, мы его называем Иван пятый, а Анну мы почему-то традиционно в историографии закрепились на именовании Иоанновна. Ну, имя-то одно, но транскрипции разные, на русский или на европейский уже, ладно. И она находилась в Митаве, проживала в Митаве, была уже в одиночестве, без особого окружения, муж давно скончался. И она, на нее выходит, она, соответственно, дочь Ивана пятого, то есть племянница Петра первого. И ей предлагают подписать кондиции, то есть определенные условия, при которых она вступит на престол. Ее власть, как императрица, ограничивалась в пользу Верховного Тайного Совета. Причем ограничивалась очень и очень сильно и заметно. В частности, она не могла издавать новые законы, заключать мир и объявлять войну, раздавать жалования, земли и иные формы награды, распоряжаться финансами, расходами и доходами в бюджет, вводить или отменять податьи и таможенные пошлины и так далее. То есть, как вы видите, теперь основными государственными вопросами будут заниматься действительно представители Верховного Тайного Совета. Итак, в Москве должна проходить коронация. Анна Ивановна приезжает в Москву и что же она видит? Провинциальное дворянство, которое там собралось, подает ей одну за другой семь челобитных, которые подписывают в общей сложности примерно 400 человек, в которых они выражают несогласие с кондициями и просят совершенно другого. Они просят неограниченной монархии, это раз. Второе, они просят сокращение срока службы. И других пожалований в пользу дворянства в целом. То есть, затейка Верховников, как ее будут называть, она не вызывает популярности у остального дворянства. По двум причинам. Первое, дворянство готово к тому, что монарх будет неограничен, и наоборот, ограничения вызывают некоторое удивление. И второй момент. Верховники – это же тоже представители дворянства. И вот это вот первые среди равных уже дворянство не устраивает. Они не хотят, чтобы именно Верховники, если уж ограничивать, то в пользу всего дворянства. А почему только в их пользу? Почему вот эта вот узкая кучка лиц должна править? Неясно. Как бы царь, император, он на то и император. Самодержавный, неограниченный, да, здесь вопросов никаких нет. А вот в отношении Верховников такого сказать нельзя. Она проводит ряд встреч с некоторыми губернаторами, в частности, Статичевым, Волынским, с некоторыми крупными сановниками, которые не входят в Верховный тайный совет, и понимает, что затейка Верховников не пользуется популярностью. Также и в гвардии эту идею не поддерживают. И в результате при вступлении на престол она торжественно перед всем дворянством разрывает подписанные ранее кондиции. Сохранился документ с надрывом до сих пор. Он есть, его можно обнаружить. И становится неограниченным правителем. Верховный тайный совет, естественно, упразднен после этого был и был заменен кабинетом министров, в который всегда входило три человека. Причем их подписи были равны, подписи кабинета министров были равны подписи императрицы. Из чего часто делается вывод, вполне логичный на первый взгляд, что сама она в государственных делах особенно не разбиралась, участие в них не принимала и предпочитала отдаваться перам, балам и прочим развлечениям. При том, что страна в этот момент находилась в достаточно серьезном кризисе, который был вызван недоимками за подушную подать, потому что население было не способно выполнять те требования, которые предъявлял Петр I. Это были непомерные требования просто к выплатам. И сохранилось огромное количество недоимок. Были попытки решения этого вопроса, передав сбор подушной подати помещикам. Помещики не справились, потом передали в армию, чтобы она выколачивала недоимки, тоже не получилось, и вернули все помещикам в конечном счете. Это будет происходить уже и как раз при Анне Иоанновне. И кризис-то экономический будет, но как-то все-таки какие-то средства смогут собрать, перераспределят, введут косвенные налоги и ситуацию более-менее начнут нормализовывать. Впрочем, Елизавета Петровна потом вынуждена будет вернуться к этому вопросу, когда взойдет на престол. Еще один важный момент. Традиционно правление Анны Ивановны связывают с фигурой Бирона, который был, или Бирона, который был обер-камергером. Обер-камергером вроде бы должность небольшая, чисто придворная, занимался конюшнами, лошадей очень любил. Фаворит Анны Иоанновны. Кроме того, с фигурой Остермана, внешней политикой занимался, и Миних, который возглавлял русскую армию. Как вы видите, все это, в общем-то, немцы. И считается, что это период немецкого засилия, что это период Бироновщины, когда иностранцы стояли у руля Российской империи. Опять же, традиционная оценка крайне негативная, и говорится, что Анна Иоанновна отошла от заветов Петра Великого, что на самом деле вещь довольно спорная по нескольким параметрам. Ну, во-первых, одна из первых ее одеяний, помимо учреждения Кабинета министров, это увеличение роли сената, то есть детище Петра Великого, который потерял свое значение в эпоху верховников, и теперь его роль возрастает. Второй момент. Извините, а Петр Первый разве не привлекал иностранцев? Наоборот, он был первый, можно сказать, кто так активно и включал в государственные управления, при ком они занимали видные должности и в армии, и на флоте. Другое дело, что постепенно планировалось вырастить отечественные кадры, но пока что отечественных кадров все равно явно было недостаточно. Так что говорить о засилье иностранцев, может быть, это просто следующий шаг в этом развитии. Вместо того, чтобы воспитать отечественные кадры, мы еще сильнее решили сосредоточиться на иностранцах. В любом случае, важно, что традиционно крайне негативное представление об этом периоде правления существует. Ситуация на самом деле немножко сложнее. Не стоит переходить, конечно, к апологетике Анны Иоанновны, безусловно. Но первое, к вопросу о том, насколько она вообще вовлечена была в государственные дела. К настоящему моменту опубликованы, например, стенограммы ее переговоров и, по крайней мере, рассуждений о внешней политике Российской империи и очень разумные идеи, очень разумные взгляды, мысли она высказывает. То есть человек на самом деле в политических вопросах вполне неплохо разбирался. Другое дело, в какой степени она ими непосредственно занималась или готова была заниматься. Второе. На самом деле, во многом, она продолжала политику Петра Первого. В частности, она обратно перенесла столицу из Москвы в Петербург. И после этого окончательно за Петербургом закрепляются столичные функции. Сенат, Петербург, кстати, большое внимание строительству флота. Можно ли говорить о том, что ее правление противоречит правлению Петра Первого? Нет, оно его продолжает. Настолько, насколько вообще Анна Ивановна по своим способностям могла продолжать эту деятельность. Или, по крайней мере, ее окружение. Третий момент. Да, и почему такое представление у нас? Потому что в следующий раз придет к власти Елизавета Петровна в результате дворцового переворота. И, конечно, одной из ее задач будет очернить деятельность предыдущего правителя, раз ты не совсем добровольным путем пришел к власти, а сверг преемника как раз Анны Ивановны. Вполне логично очернить и период ее правления. Так что, вот здесь вот историографические такие литературные коллизии, они тоже присутствуют. Следующий аспект. Она отдавалась роскоши, развлечениям. Да, безусловно. Балы, роскошные мероприятия. Довольно неприятная, ужасающая история про ледяной дом, когда была организована шутейная свадьба карликов, их поместили действительно в ледяной дом жить. Не вызывает особого восхищения и красоты здесь никакой не видно. Но на самом деле надо понимать еще один интересный момент. Тогда существовал другой принцип ведения политики, что в России, что в Европе. В принципе, мы можем это назвать бальная политика. То есть политика, когда во время балов, светских раутов, мероприятий решаются государственные вопросы, идут обсуждения, принимаются решения, а не в тиши кабинета, как мы с вами привыкли, когда есть человек, император, который сидит, подписывает бумаги, разбирается в них, читает. Нет, тут все в немножко другом параметре, в другом аспекте. В более легком, непринужденном, может быть, менее серьезном и сосредоточенном. Но это особенность, которая была характерна и для России, и для Европы. Собственно, только с середины XVIII века, вот Фридрих Великий, например, будет представителем уже в какой-то степени кабинетной политики в Европе. В российской традиции это частично Петр III, в полном объеме уже Павел I. Вот опять же такой кабинетный формат политики, который будет закреплен и утвердится в последующем. А для того времени нет. Поэтому не стоит относиться к этому как к простому развлечению. Нет, там были и действительно свои особенности, своя подоплека. И еще. То есть, наконец, засилие иностранцев. Уже сказал об этом, что на самом деле вопрос достаточно спорный. Тем более, что и, например, указ о защите православия вышел при Анне Яновне. И достаточно многие должности занимали крупные российские фигуры. Поэтому говорить о том, что только иностранцы были при дворе, на самом деле несколько затруднительно. И преувеличивать роль Бирона тоже, пожалуй, все-таки не стоит. Вот таким образом мы и получаем довольно противоречивое правление, когда, кстати, идут в первую очередь поблажки и действительно удовлетворяются чаянии дворянства. В частности, сокращен срок службы до 25 лет. Создается специально кадетский корпус в 1931 году. Если при Петре первом дворянин должен был послужить солдатом и потом уже становиться офицером, то теперь немножко другая система. Не надо становиться... Человек заканчивает кадетский корпус и после этого становится уже сразу офицером. Наконец, создается еще один гвардейский полк, Измайловский. То есть вот при Анне и Иоанновне идут действительно послабления для дворянства, привилегии, и постепенно идет процесс раскрепощения этого сословия. То есть есть такая теория раскрепощения сословий, которые Петр Первый полностью закрепостил. В любом случае, для нас важно, что это было десятилетие довольно противоречивого правления. Дел на самом деле и каких-то новых проектов не так много было сделано. Но, пожалуй, российское государство все-таки развивалось в том же русле, что и в предыдущий период. Сразу оговорюсь, что я сегодня не касаюсь вопроса внешней политики, потому что они будут рассмотрены на отдельном занятии. Мы пройдем сначала Екатерину Вторую, а потом обратимся к вопросам внешней политики с 1725 до 1801 годов. Итак, Анна Иоанновна в 1740 году умирает и оставляет свой престол Ивану Пятому, Иоанну Антоновичу, сыну Анны Леопольдовны Макленбургской и Антона Ульриха Брауншвейгского. На самом деле сначала регентом при Иване Антоновиче, которому в момент вступления в престол был годик, управлять государством затруднительно, вы видите на экране монету, которая обычно считается довольно редкой, на самом деле это не самая редкая монета в Российской империи, но вот успели выпустить монету с изображением Иоанна Антоновича. Регентом был Бирон, но он был совсем недолго, всего 22 дня. Он оказался у власти, после чего был организован очередной переворот. Гвардейцы вошли, арестовали Бирона, как некоторые мои коллеги на историческом факультете, точнее, извините, в Институте истории любят говорить, успокоили Бирона прикладами. И Бирон был отправлен в отставку. И реальная власть сосредоточилась в руках Миниха, но и он руководил недолго. Официально регентами были назначены уже после Бирона как раз Анна Леопольдовна и Антон Ульрих, а после них, вот при них как раз Миних сначала был реальным руководителем, а потом реальным руководителем станет Остерман. Все это продолжалось примерно в течение одного года. А через год, в 1741 году, дочь Петра I, Елизавета Петровна, которая пользовалась в гвардейской среде большой популярностью, устраивает очередной переворот. Итак, Елизавета Петровна в 1741 году при поддержке гвардии, причем считается, что это один из самых демократичных переворотов, который происходил в 18 веке, потому что в нем участвовали и низы гвардии в том числе, а также при поддержке французского и шведского послов, которые были заинтересованы в изменении политики Российской империи, внешней политики Российской империи, организует очередной переворот. Они свергают Ивана VI с престола, и Елизавета Петровна утверждается на троне. Вся, кстати, немецкая партия после этого была действительно вычищена из руководства, и пришли другие люди к власти. Сначала Анна Леопольдовна и Антон Ульрих вместе с Иваном VI были отправлены, были высланы, но затем Ивана VI вернули и поместили в заключение в Шлиссельбургскую крепость, в казематы Шлиссельбургской крепости. Там он проживет до 1764 года. Это наша такая история о железной маске, то есть человека, который вырастет в заключении, в заточении, а, видимо, психически нездоров будет, ну и трудно быть психически здоровым, если ты в заключении вырос. В 1764 году будет предпринята попытка его освободить из заключения и поставить на престол. Предпримет ее такой поручик Мирович. Но она пройдет неудачно и будет дан указ, указание охранникам, что в случае попытки освободить Ивана Антоновича, его тут же убить, что и будет выполнено во время этой попытки. Он будет заколот штыками. Так что вот так закончится его путь, человек, который только до года был императором, а после этого всю оставшуюся жизнь провел в заключении. Недолгую, к сожалению, и понятно, что далеко не самую счастливую. А Елизавета Петровна находится у власти. Будет она находиться у власти порядка 20 лет. За этот период правления будет сделано достаточно много. Но опять же, Елизавета Петровна обожала балы, развлечения. Она была очень красивой женщиной, одной из первых красавиц в Европе. И у нее сохранится от нее 15 тысяч платьев. Страна останется в жутком дефиците бюджета, опять же. Очень много балов и развлечений. По воспоминаниям современников, опять же, она не особенно увлекалась государственными делами или быстро теряла к ним интерес. Вот еще более правильная формулировка – быстро теряла интерес. То есть она была способна на самом деле, но достаточно ленивой. То есть она какое-то дело посмотрит, поизучает его, а потом уберет в ящик. И в этом ящике оно может пропылиться 10, 15, 20 лет, пока его снова не найдут, не стряхнут с него пыль. И все-таки и очень набожный, очень склонный к мистицизму было. Есть легенда о том, как один человек долго к ней пробивался на прием ради подписания какой-то ерундовой стандартной бумаги. Долго пробивался, пробился, пришел, принес бумагу, она уже занесла перо. На это перо в этот момент села муха, она сочла это недобрым знаком и отказалась подписывать. Ну вот представьте, человек несколько лет добивался аудиенцию императрицы и в итоге вот так сложилось. Ну что делать в конце концов. И государственными делами занимались люди из ее окружения. Она упраздняет, естественно, кабинет министров. Привлекла к себе Алексея Розумовского, Алексея Розума из своего фаворита, который вообще был одним из певчих в хоре просто. Совершенно безлобный человек, который, конечно, от государственных дел тоже был очень и очень далек, Черниговский казак. Его брат Кирилл Розумовский станет в 1750 году гетманом. Дело в том, что Елизавета Петровна пыталась как-то решить вопрос с гетманством на Украине, с достаточно непростой ситуацией в Малороссии. И вот в конце концов нашла выход, назначила Кирилла Розумовского для стабилизации ситуации. Кроме того, некоторые еще интересные особенности. Большую роль в управлении государством, как во внутренней, так и во внешней политике, играли три брата – Александр, Петр и Иван Шуваловы. Александр, Петр и Иван Шуваловы, причем последний, на каком-то, ну уже в конце жизни Елизаветы Петровны, оттеснит от управления, не от управления, извините, от близости к императрице Алексея Розумовского и станет уже сам фаворитом Елизаветы Петровны. А так, конечно, они занимались и вопросами внутренней, внешней политики, развития армии. Достаточно интересные мероприятия происходят в это время в финансовой сфере. В частности, в 1753-м учреждается государственный заемный банк, и в 1758-м году будет учрежден еще один банк – это Медный банк. Медный банк. Таким образом, если до этого у нас процветало ростовщичество и достаточно тяжело приходилось, то в первую очередь для дворян, точнее исключительно для дворян учреждается дворянский заемный банк, куда они могут обращаться за суды под невысокие достаточно проценты. Кроме того, в 1754-м году, как и при Анне Ивановне, например, собирается уложенная комиссия для разработки нового свода законов, потому что очевидно, что соборное уложение уже не функционирует. То есть государство управляется посредством издания различного рода указов, в том числе довольно противоречивых, один сменяет другой, в них надо разобраться, проанализировать и составить новый свод законов. Это сделано, уложенная комиссия собирается, но в конечном счете она ни к каким итогам и ни к каким результатам не пришла. Еще один важный момент. В 1756-м году учреждается конференция при высочайшем дворе. Все-таки это такой аналог Верховного тайного совета и кабинета министров, но с несколько меньшими полномочиями. В первую очередь это все-таки был совещательный орган при императрице. Кроме того, еще из экономических мероприятий. Опять же, в 1953-м году происходит упразднение внутренних таможен. То есть представьте, до этого в государстве между губерниями существовали таможенные кордоны, и необходимо было выплачивать пошлину при их пересечении. Естественно, что торговле и формированию единого рынка это препятствовало. Кроме того, она вводит новый тариф, более протекционистский, чем тот, что был при Анне Иоанновне, потому что та вела более мягкие по сравнению с Петром I, но вот снова происходит ужесточение политики. Наконец, из государственных дел отменяется смертная казнь. Но здесь необходимо, конечно, сделать оговорку. Это официально отмена смертной казни. Реальная смертная казнь сохранялась, просто назначалось определенное количество ударов кнутом, которые человек по большому счету выдержать не мог. Такие вещи тоже происходили иногда. Понятно, что при этом, конечно, число людей, отправлявшихся на смертную казнь, было значительно ниже при ее официальной отмене. И, наконец, ряд преобразований был сделан в сфере культуры. В 1755 год происходит основание Московского университета. И если институт уже при Академии наук достаточно слабо функционировал, то вот Московский университет как раз будет функционировать очень активно. И вы видите изображение. Это как раз Михаила Васильевича Ломоносова, который идет из Архангельска, из Холмогор в Москву учиться. И заканчивает он славяно-греко-латинскую академию учиться. И потом становится действительно выдающимся нашим ученым, который сделает большое число открытий в области физики, химии, создаст научные трактаты. Именно к этому времени относится спор о норманистах и антинорманистах. Будет сам писать стихи, разработает систему стихосложения и будет посвящать оды Елизавете Петровне и ее правлению. И, наконец, в 1760 год основана Академия художеств. Кроме того, из других мероприятий этого периода, которые тоже нам с вами важно отметить, это появление в России театра. Причем театра, уже театр Волкова в Ярославле, который потом появляется и в Москве и распространяется. Вот как раз старейший русский театр учреждается именно в эпоху правления Елизаветы Петровны в 1750 году. Так что в сфере культуры тоже идет достаточно активная и разнообразная политика. Правит Елизавета Петровна до 1761 года. При этом учтите, что все-таки, я перечислил основные мероприятия, сопоставьте это с количеством дел, которые происходили при Петре I. Понятно, что постоянно так быть не может, но все равно правление такое довольно вялое, прямо скажем. Хотя Елизавета Петровна оставила о себе достаточно добрую память. Она выбрала в качестве преемника Петра, человека, который станет Петром III. Давайте посмотрим еще раз на схеме. Вот он у нас, Петр III, внук Петра I от Анны Петровны. И племянник, кстати, что интересно, Карла XII будет. Внучатый племянник Карла XII. Вот так вот Петр I и Карл XII воевали на полях сражений друг с другом. В итоге все-таки все породнились, и Петр III, вот такой результат получится. Из Голштейнга Торпской династии, его женой станет будущая правительница. В 1945 году уже Екатерина, будущая Екатерина II, в 1950-е годы у них родится ребенок, который станет императором под именем Павел I. И надо сказать, что может быть у Елизаветы Петровны, по крайней мере есть такая точка зрения, были даже планы по отстранению родителей Петра III и Екатерины II от престола. И назначение на престол сразу Павла, когда тот подрастет. Но Елизавета Петровна в достаточно молодом возрасте неожиданно скончалась. Под конец жизни уже, видимо, разгульный образ жизни давала себе знать. И, кстати, интересный момент, она любила переодеваться и устраивать костюмированные балы с переодеванием в мужское платье женщин. Потому что сама она в мужском платье очень привлекательно выглядела. И она очень беспокоилась по поводу своего старения, потому что красота для нее большую роль играла. И вот приходит к власти Петр III, о котором очень противоречивые воспоминания. По большому счету 200 лет наша историография находилась в плену у воспоминаний, которые оставила Екатерина II и Екатерина Романовна Дашкова, ближайшая сподвижница Екатерины II. Понятно, что император, которого они свергнут с престола, они будут о нем плохо писать, негативно отзываться. И вот Петр III станет такой вот черной страницей в нашей литературе. Но реально мы с трудом можем оценить, в какой степени эти воспоминания имеют отношение к реальности. И продолжалось его правление очень недолго, всего 186 дней. За это время, кстати, он успел провести ряд очень интересных мероприятий. В частности, упразднил тайную канцелярию, произвел мероприятие по облегчению положения старообрядцев, то есть фактически такие начала свободы совести ввел в Россию. И манифест, о котором больше всего дискутируют, 18 февраля 1762 года, манифест о вольности дворянской. Манифест о вольности дворянской, освобождение дворян от обязательной государственной службы. Есть точка зрения, что это мероприятие было подготовлено именно Петром III. Другие же говорят о том, что в предыдущее царствование уже все документы, все материалы были подготовлены, оставалось по большому счету только подписать. Трудно сказать, какая из двух версий реальна. И еще один интересный момент. В этот момент шла Семилетняя война. Петр III был большим поклонником Фридриха Великого. Он заканчивает Семилетнюю войну и отдает все, что Россия выиграла, обратно Фридриху Великому практически с извинениями. И что, конечно, негативное впечатление о нем создавало. Другое дело, что в реальности в России большой вопрос, стоило ли России вообще участвовать в Семилетней войне. Но поговорим с вами об этом сюжете. Итак, вот манифест о вольности дворянской, освобождение дворян от обязательной службы. То есть, если дворяне хотят, они могут спокойно находиться у себя в поместье и заниматься сельским хозяйством, развитием имения. И интересно, действительно, что многие дворяне после этого уходят в отставку. Ключевский говорил о том, что происходит раскрепощение сословий, и на следующий день после манифеста о вольности дворянской должен был последовать манифест о вольности крестьянской. И что и случится действительно 19 февраля, но 1861 года, спустя 99 лет. Вот вам, пожалуйста. Крестьяне останутся еще в зависимости на долгий-долгий период. А дворяне от обязательной службы, которая была установлена при Петре I, освобождаются. К лучшему или это к худшему? Трудно сказать на самом деле, потому что многие дворяне тяготели службы, и, может быть, действительно, они могли принести больше пользы в своих имениях. Ну и раз мы заговорили про имения, давайте остановимся отдельно на таком интересном сюжете, как вообще крестьянская политика в 18 веке. У нас есть традиционные представления, навязанные советской историографией о том, что крепостничество, ужас крепостного права. Ну, во-первых, обратите внимание, честновладельческие крестьяне 53%, то есть далеко не все крестьянство находилось в положении зависимого от конкретного помещика. Что происходит с крестьянами? В 1724 году происходит введение паспортной системы для крестьян, то есть ограничиваются возможности для их перемещения. Это достаточно важно было для прикрепления тоже крестьян к определенному имению, к определенному заводу, не заводу, фабри, а мануфактуре. При Елизавете Петровне дворяне возвращают себе монопольное право на души владения, развивается торговля крестьянами с землей. При этом она прощает крестьянам недоимки за 17 лет, снижает подушную подать достаточно серьезно, пытаясь найти средства в введении косвенных налогов, как было сделано еще при Анне Ивановне. Но в то же время в 1742 году крестьянам запрещают добровольно записываться в солдаты, то есть таким образом освобождаться от гнета помещика. А помещик имеет право самостоятельно судить крестьян, определять наказание, отправлять ссылку в Сибирь и отправлять в рекруты. То есть вот в этом воля помещика становится полной. И именно к периоду правления Елизаветы Петровны относится печально известная история про помещицу Салтыкову, которая получила наименование Салтычиха, которая замучила порядка ста крестьян у себя в имении. При этом хочу обратить ваше внимание на следующие факторы. Если мы думаем, что крестьяне были на одинаковом положении, то мы зачастую ошибаемся. А в этот период тоже появляются уже расслоения среди крестьян, появляются капиталисты и крестьяне. Кроме того, ряд крестьян, часть крестьян могла освободиться, если обладали различными талантами, могла выкупиться. Кто-то из них становился художником, актерами. То есть это тоже очень высоко ценилось. Понятно, что это минимальный процент, но это тоже было. И важно эти факторы учитывать. Наконец, что давало жизнь у помещика? Это определенная социальная гарантия. У тебя всегда будет кусок хлеба. И да, крестьяне зачастую были ограничены. Понятно, что есть система зависимости. То есть они должны выплачивать барщину, оброк. Понятно, что это очень и очень непросто. Но на самом деле помещик в каком-то смысле должен был, нес за них ответственность, в том числе и перед государством. И это система управления тоже, в том числе, я бы сказал, региональная, которая создавалась на огромной территории. Потому что как управлять вот этой огромной массой сельского населения? Полицмейстера в каждом поместье или в каждой деревне не посадишь. Вот помещик был человек, с которого будут спрашивать, если с крестьянами что-то не в порядке. И нес за них ответственность. Таким образом, для того, понятно, что это формировало определенную, ну, не рабскую зависимость или не рабскую психологию. Но, по крайней мере, крестьяне внутренне снимали из себя какую-то часть ответственности за свою жизнь. Но для того периода в этом были свои плюсы и своя логика с точки зрения государства. По именно организации управления, организации жизни масс населения. Кроме того, формируется система излишек, когда именно помещик отвечает за некий неприкосновенный запас на случай неурожайных лет. Так что, на самом деле, крепостное право – это палка о двух концах. И, с одной стороны, вроде как нет свободных рук для развития промышленности, ограничиваются здесь возможности. С другой же стороны, мы можем с вами увидеть, что экономически крепостное право даже в середине XIX века, а не только в XVIII веке, будет до какого-то момента государству выгодно. И даже в момент отмены крепостного права кризиса с точки зрения экономики наблюдаться не будет. Вот на этом хотелось бы сегодня закончить. В следующий раз мы поговорим про правление Екатерины II. А я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Так что до встречи уже в следующем году. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо. 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 Спасибо.